Ваши отзывы, они естественно и вопросы также, они подвигают на разного рода размышлений. Но вот одно размышление прошло, километр прошел за 12 минут 49 секунд. Так вот спрашивает как раз молодой человек, а вот этот потенциал жизненной силы, а его нельзя ли там приумножать в любом возрасте? Конечно можно, конечно можно, чем я и занимаюсь, но вот я вам привел пример, как он понижается. То есть вот я там делал то все, я как раз выложу, вот как я перед этим там 80 килограмм жал, поскольку там по 5 или 6 раз в 5 подходах, я никогда такого не делал, причем жал на полную. И вот какое-то такое событие, которое приводит к тому, что просто-напросто потенциал только и схлынул. Был наработан потенциал, а потом его нет. И знаете, вот жизненный потенциал у каждого человека вещь индивидуальная. У одних он от, можно сказать, вот смотрите, такие вот понятия мы сейчас скажем, от природы. От природы, вот если взять человеческая природа, он примерно там, ну пускай там будет рассчитан лет там на 75, так скажем, в среднем вот этот от природы. Но есть еще родовой потенциал. Родовой потенциал зависит от того, как вы в прошлых жизнях вели себя, достойно вели, чем вы занимались, кто там делали, как жили, что сделали хорошего, что сделали плохого. То есть тут уже есть такие кармические вещи. И в зависимости от этого он может у вас уже, вот как бы сказать, вы попадаете в тот или иной род, где он может быть больше, может быть меньше. То есть наработки ваших, как бы лучше сказать, не родственников, но лучше выражаться, родственников, которые вас окружали, вы с ними взаимодействовали. Вот и все это вместе. Но естественно ваши наработки, от них никуда не деться. И поэтому оно может быть уже там у некоторых там до 80-90, 100 лет и больше. Но это там редко. Либо же меньше, 60 лет, 50 лет, а то еще меньше. То есть человек как-то вот изнашивается быстро. Просто быстро изнашивается и все. Ну тут еще ряд факторов, но о них мы не будем говорить. Вот так что вот этой жизнью мы с вами, если кто понимает, делаем задел на будущую жизнь. Какая она будет? Куда мы с вами попадем? В какую семью? В какой род? Сколько нам добавится? Потенциал наш возрастет или не возрастет? Вот пока такие рассуждения. И на этом мы только стоп. Теперь отметим, что мы видим в окружающей нашей жизни. Есть люди, ну очень вообще от природы сильные. Никто не скроет, как мужчины, так и женщины. Вот один и тот же человек, вернее не один и тот же человек, а мы живем среди там себе подобных. И они вроде бы ничем внешне от нас не отличаются. Но у них здоровье большее. Например, это хотя бы по зубам судить. Все зубы, а тут только успеваешь пломбы ставить, либо это самое, мосты чинить. Это так вот один из показателей. Скорость старения, это два. Наконец-таки силовые показатели. Есть очень сильные люди. Просто неимоверно сильные люди, и при этом они ничем не занимаются. И вот оказывается, вот если так говорить, вот этот жизненный потенциал, он выражается косвенно через силу. Если он у вас есть, вот это вот какие-то наработки от рода достались, от прежних ваших каких-то жизней, поступков, то человек особо не занимается сильнее обычного человека в два, а то в три раза. Особенно, знаете, как это выражается? Это выражается вот, когда что-то там пальцами скручивают. То есть монеты гонут, подковы там ломают или еще что-то. То есть сила бывает как бы разная, но вот именно вот когда она есть, это как-то выражается через конечность, а именно через кисть. Вот такое вот наблюдение. То есть из гвоздей сплетают там косички, гнут их как кому угодно. Ну а другому этот гвоздь, сотку допустим, он ее и не сгонет. Существует еще масса других показателей. Это так я, что касается силы, привел. А именно, есть такие народные. Сколько там человек выпитый и как после себя чувствует. Один там выпил чуть-чуть и уже там пьяный, другого там хмель не берет. И способность восстанавливается. Вот погуляли-погуляли, выпили там определенное количество. И один там разбитый и болеет. А другой так хоп-хоп, все, как огурчик восстановился. То есть разные такие вот показатели есть. Это вот те естественные показатели, которые вот, когда человек ничем не занимается, но он сильнее другого человека. Раза в два, а то и поболее. Хотя внешне выглядит так же, не больше. И, наконец-таки, теперь мы поговорим вот о том, чего спрашивают. А можно ли их нарабатывать в любом возрасте? Да, можно. Но вначале, вначале лучше поговорить не о том, чтобы их увеличивать, нарабатывать как-то. Для этого там буквально-таки вчера я покупал елку. И мужчины, которые торговали елками, они там у меня спросили. Вот как раз про тебя вспоминали, как биологические добавки там надо или не надо принимать. Вот что касается биологических добавок. Вот биологическая добавка для чего? Есть целая градация. Смотрите, вот как раз мы с вами поговорили о том, что есть для минеральной подкормки. Это там вот слои вещи морской капусты, там ракушки толкет, яичную скорлупу. Вот для того, чтобы, значит, минеральная подкормка была. Некоторые там мел едят. То есть вот такая биологическая активная добавка для пополнения минеральных запасов в организме. То есть чтобы они не уменьшались, так скажем. Это одна. Другая там, допустим, витамины как-то тут не то. Витамины, витамины для чего? И другая, другие вернее добавки, виды добавок, значит, они дают жизненную силу. Вот ни о витаминах, ни о минералах мы не будем говорить. Это такие продукты, как, допустим, там растения просто вот добавляют нам жизненных сил. А именно там женьшень, корень солодки, там ятрышник, кстати, такая вот интересная трава. Проросшая пшеница, она как раз добавляет жизненную силу. Именно вот этот потенциал энергии, который идет на прорастание, мы его берем. Плюс животные там, это там роги этих моралов там, ну и еще различные там вещи. Вот эти вот, когда делают из них добавки, они способствуют тому, что дают нам увеличение запаса жизненной силы. Плюс, смотрите, видение, просто можно так сказать, очищение простого организма. Очищение организма, избавление от балласта, который просто как гнет нас, на нас налип, и мы должны вот его нести. И через него, знаете, через вот эту вот всю муть проявлять вот свои жизненные проявления. То есть сброс различных шлаков тоже дает прекрасное ощущение вот жизненности, так сказать. Ах, посвежел, стало больше энергии. То есть очищение, да, нашего организма. Так, 13 минут, второй километр я взял за 13 минуточек. Правильное питание, также такое, значит, легкое, легкое, полноценное. Этому способствует. Плюс, естественно, вот для нас, естественно, жизнь это в движении. В движении таком не слишком интенсивном, а в таком вот умеренном, умеренно-размеренном. То есть это тот фактор, который способствует нормальной работе организма, чем я вот и занимаюсь. То есть тоже это поддерживает. Вот такие вот, знаете, естественные, простые вещи, которые всему этому способствуют. И, наконец-таки, мы видим теперь вот спорт. А что такое спорт? А спорт это уже несколько иное. Это уже человек искусственно пытается за счет вот своих резервов. Ну и плюс там, если он принимает вот такие какие-то биологически активные добавки, увеличивающиеся жизненный потенциал. Повторюсь, это там проросшая пшеница, женьшень, панты, моралов. Ну и ряд других, их там вообще-то много. Вот и плюс интенсивными занятиями, физическими упражнениями, ну вот так как мне ближе всего силовые виды спорта, это вот качаться, вот это вот, он себя раздувает. Мощность пока такая появляется, именно, знаете, она какая-то силовая. Но что касается здоровья, оно вот, я бы даже не сказал, что оно повышается. Что может и на пике формы бывает, что люди частенько болеют. Именно на пике формы, когда организм все отдал, выложил там на результат. Это несколько другой, как бы сказать, другая наработка искусственная, которая не нужна в жизни. И которая после достижения, вот прошли соревнования, если человек не будет поддерживать ее, она просто рассеивается. Важно понимать, что у нас вот в зависимости от жизни, вот как мы ведем жизнь в среднем, нам столько и требуется силы массы тела. Искусственно мы будем ее завышать, то есть более какую-то интенсивную нагрузку давать, там есть. Мы, значит, вот себя к этим условиям подготовим. Но как только вот эти вот все эти условия изменятся, то это все сразу спадет. Наглядные вещи, которые это все демонстрируют, это полеты в космос. Вот человек с массой там 80 килограмм, подготовленный прекрасно, полетел в космос, там ему не нужны такие усилия. То есть вообще там нет возможности применить силу, применить мускулы. Потому что невесомость, ну никак, и так все невесомо. И организм сразу же приспосабливается к этому тем, что начинается быстрое уменьшение массы тела и силы. Что вот полеты в космос длительные, там больше месяца, наверное, месяца три, там полгода. Они показали, человек там побыл на космической станции в невесомости, спустился на Землю и настолько ослаб, что он уже и ходить не может. Его там на носилках несут, потом начинается восстановление. Восстановление, конечно, идет быстро. Но важно понимать, что вот этот феномен, вот так вот работает. Поэтому как бы тут лучше бы высказаться. Вот смотрите, опять-таки у нас у каждого человека свой жизненный потенциал. Это самое дорогое, что у нас есть. То есть та валюта, которую мы обеспечиваем свою оплату жизни. То есть вот этой валютой жизненной энергии и потенциалом мы расплачиваемся, допустим, ага, когда начинаем там заниматься пьянками, когда начинаем заниматься гулянками, когда начинаем заниматься интенсивным спортом. Все это оплачивается из вот этого нашего, будем говорить, фонда жизненной силы. Поэтому сохранить его и поддержать, сколько надо, вот, допустим, вот сейчас я еду, вот столько мне и обеспечивается. Ну, плюс какой-то запасец там, допустим, процентов там 20-30-40-50, да, сверху имеется. То есть должен быть такой резерв, который необходим на случай каких-то непредвиденных обстоятельств для того, чтобы потом быстро восстановиться. Чтобы мы могли, допустим, тот же недосып легко преодолеть, тот же пьянку преодолеть, тот же гулянку, какую-то тренировку. Но, если мы целенаправленно занимаемся на увеличении результатов, то есть начинаем выжигать свой собственный потенциал для того, чтобы получить тот или иной результат, то мы его уменьшаем. И есть, конечно, разные примеры, разные примеры есть, спортсмены долго живут, но, если взять статистику, как правило, значит, живут как обычные люди, а то и меньше. Особенно такие вот хорошо потрудившиеся. Произошло преждевременное выжигание своего собственного потенциала. Поэтому, опять-таки, может, это я немножко наезжаю на спортсмена, куем я сам являюсь, но что я хочу сказать, что, вернее, то, что является именно вот правдой, это то, что на поддержание более таких высоких показателей в жизни, силовых, надо затрачивать дополнительную энергию. То есть искусственно себя держать вот в более высокой такой, на высоком гребне энергетическом. Можно, можно более разумно относиться, вот как пастухи. Почему пастухи живут? Ну, не все, конечно, вот те долгожители оказались все пастухами. Да потому что они умеренно вот это ходят, свежий воздух, и никаких отрицательных особой эмоций нет в голове. Голова человека настроена совершенно, вернее, сознание на иную работу. Вдобавок, что важно подчеркнуть, что вообще, чем бы вы ни занимались, конечно, там это будет оказывать свое влияние на ваш жизненный потенциал. Но самое большое влияние это будет оказывать ваше сознание. То есть можно заниматься всем чем угодно и жить долго и счастливо. Можно даже как в положительную сторону, так и в отрицательную сторону. Расход потенциала идет, но он не такой критичный, как от переживания отрицательных эмоций. Вот когда человек в каком-то стрессе находится, живет в негативе, живет в каком-то огнете, живет в каком-то страхе. Вот это самые большие разрушения. И в голову другому человеку влезть очень трудно. Порой бывают такие напряжения в сознании, которые мы особо не ощущаем. Но тем не менее они есть и проявляются постоянно. И естественно отнимают самую большую часть этого потенциала. То есть человек в первую очередь выгорает изнутри не из-за того, что он там интенсивно занимается, а из-за того, что у него куда-то уходит жизненная энергия за счет неправильного эмоционального фона. Помимо того, что эмоции могут быть положительно-отрицательные, вот мы проявляем сейчас. Но бывает и настроение, об этом мы тоже знаем. Так вот это настроение из-за того, что что-то там не получается, что-то там какие-то проблемы в семье, нет, ты хотел так, а тут получается не это, как с детьми, ну и прочее, прочее, прочее. Именно они вот ложатся таким вот гнетом, который и раздавливает человека. Неумение избавиться от этого гнета, неумение освободиться в сознании от разного рода зажимов, предрассудков, страхов и прочего, прочего. Очень мало людей, которые самостоятельно, самостоятельно и трезво смотрят на мир. Я вам толкую об основном, о работе жизненной силе, это с той основой, которая лежит в основе любого человека, в основе его жизни лежит. Как это лучше делать? Это мое самостоятельное мышление. А большинство из вас толкуют там о витаминах, о минералах, ну и так далее. То есть вот спрашивают какие-то мелочи, а как мне принимать, а сколько принимать, одной ложки хватит или не хватит. То есть нету самостоятельности. Жить в радости, сложить свою жизнь, вернее петь ее как песню, красивую, знаете, как там я говорил, сложить свою жизнь, как мелодию, чтобы она так лилась. Ну вот это очень мало людей может. Начали с одного, кончили с другим. Но тем не менее, денек великолепный. Вот такие беседы, это называется душеполезная беседа, никто не ведет. Доброе здоровье, все хорошо, метры меряешь? Да, метры меряешь.